Приветствую вас! Сразу хотелось бы отметить, что для анализа рисунка необходимо, чтобы сам человек также был в представлении психолога. То есть, чтобы вы понимали меня правильно, я хочу сказать о том, что для лучшего понимания рисунка необходимо, чтобы вы хотя бы дали характеристику, собственно говоря, самого человека. Кто он? Сколько лет человеку? Занимается ли человек творчеством, например, или человек не занимается творчеством? Если занимается, то, соответственно, как-то часто и так далее. То есть, на мой взгляд, это такие очень важные вещи, о которых нужно знать, если вы хотите, конечно, от нас получить какие-то рекомендации и какую-то обратную связь. Потому что один и тот рисунок, по моему мнению, для разных людей обозначается совершенно разным. И так же и психолог, в зависимости от своей сферы интересов, анализировать будет данные по-разному. А я вот, например, прочитал ответ своего коллеги и понимал, что этот ответ очень качественный, профессиональный, да, вот. Но при этом все же, как и любой другой ответ, в данном случае это, по сути, знаете как, тыканье в пустоту. Там это совершенно непонятно, рисунок, кого мы анализируем, рисунок, рисунок кого мы смотрим, про чей рисунок мы говорим, понимаете, вот. Значит, а что я вижу? Ну, во-первых, пожалуй, то, что вижу я, это некая идиллия, домик, значит, хорошая погода, травка, да, и, собственно, человечек. Скажу сразу, что по человечку, ну, не могу сказать, кто это, мальчик или девочка, вот. Как мне видится, ярких, ярких, ярких признаков половой принадлежности нет. Поэтому, соответственно, здесь я думаю, что можно говорить о том, что человек достаточно маленький, то есть, небольшого возраста человек, и, собственно говоря, он определенно не доволен тем, в какой ситуации он живет. То есть, его не устраивает, например, то, какие у него отношения с родными, возможно, его не устраивает, то, как он живет с ними, взаимодействует. Человек не чувствует себя защищенным, не чувствует себя в гармонии, и именно это он и иллюстрирует. Но при этом, при этом, важно, на мой взгляд, знать, что человек, вот, сам по себе, как вам, в принципе, правильно сказал, даже не сказал, простите, мой коллега, человек довольно оптимистичный сам по себе. То есть, есть определенная доля веры человека в то, что, может быть, будет как-то по-другому в жизни. И эта самая вера человека, она говорит о том, что, как бы, ребенок, ну, давайте скажем так, что, вот, это ребенок, да, ребенок, он верит в то, что все наладится, что все будет хорошо в итоге, может быть, даже у него, у него. В моем контексте кажется довольно тревожным знаком, тревожным фактом, что человек, тот, кто рисовал это, значит, он, знаете, нарисовал себя, как бы, ну, в одиночестве. То есть, он один, он один. И вот, как это видится мне, это довольно-таки тревожный знак, потому что человек нацелен на то и направлен на то, возможно, чтобы быть по-другому, ну, вот так, по крайней мере, мне показал, исходя из того, что я увидел, исходя из того, что я увидел. Человек один, человек чувствует, что ему лучше быть одному, и человек считает, напомню, в серьезе, человек считает, что ему лучше в одиночестве быть. Это, на мой взгляд, фактор очень тревожный, потому что, как бы, означает, что художник разочаровался, по сути, в людях, разочаровался, по сути, в тех, с кем он живет. И это говорит о начале определенного процесса обособления, который, на мой взгляд, в данном случае может здесь присутствовать. И поэтому, по той причине, что это может быть, вот, может быть, такая ситуация, я рекомендовал бы обратить, в первую очередь, ну, внимание именно на это. На то, что человек, значит, видит в других людях угрозу определенную, скажем так. И, на мой взгляд, это, ну, довольно-довольно-довольно-таки тревожный знак, на мой взгляд. Это тревожный, очень тревожный. Вот. Значит, эм, что еще? Что еще? Человек стремится к определенной идиллии, человек стремится к определенной гармонии, значит, этой гармонии у него нет. Вполне возможности у человека нет ощущения также, что он дома. На это указывает то, что он рисует дом. Ну, и ощущение есть, что человек хочет, эм, ну, заботиться о ком-то. Вот. Человек хочет заботиться, а человек хочет заботиться о ком-то, но пока не видит. О ком ему можно заботиться, и поэтому, в данном случае, объектом его заботы, на мой взгляд, как это видится мне, выступает, вот, собственно, на данной светочке, может быть, даже сам домик. Человеку не хватает уюта, не хватает чувства защищенности и не хватает тепла. Ну, это, в принципе, тоже вам сказал мой коллега. А также, что, на мой взгляд, более важно, это то, что человеку отчаянно нужна определенная атмосфера. Вот, в данном случае, в данном случае, атмосфера у этого рисунка такая безмятежная, спокойная, хорошая, да, такая очень светлая. Это говорит о том, что данной атмосферы вообще в жизни человека нет абсолютно. или есть, но в недостаточном для него количестве, что, в принципе, тоже является проблемой. Вот. Но, вы знаете, многие люди занимаются творчеством. И говорить о том, что какого-то человека, ну, неважно, какого и так далее, да, какого-то человека толкает на творчество определенные причины, на самом деле нельзя. То есть, ну, вы знаете, я надеюсь, что вот есть определенные творцы, да, есть люди, которые творят, и, как бы, эти люди, они, ну, их не стоит подвергать анализу, потому что это творцы. И, как любые творцы, как любые творцы, они, ну, как бы, работают, работают по своим законам. Не по тем законам, по которым, может быть, привыкли мы видеть мир. Поэтому рисунки, как творчество, анализируются всегда в определенном контексте. То есть, что это значит? При анализе рисунка учитывается проблема человека, при анализе рисунка учитывается его ситуация, его трудности, его жизненные какие-то незаурядки и прочее. Тогда в рисунке можно увидеть определенную связь этих вещей. Вот это вот можно сделать. Анализировать же рисунок просто так, по сути дела подвергать сомнению саму идею того, что человек может творить, ну, просто говорить, как непринужденный, неограниченный ничем процесс. И здесь уже я хочу, чтобы вы подумали сам-сам. Для чего вы задаете нам этот вопрос? Для чего вы хотите проанализировать рисунок этого человека? Чтобы что? Вот, проанализировать рисунок. Чтобы что? Для чего? Для чего вам это нужно? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Если вы знаете, что у человека есть определенные, например, трудности и так далее. Если вы это знаете, то решать нужно именно их, эти трудности, а не анализировать рисунки какие-то, которые могут еще, кстати говоря, ни о чем не говорить. Потому что, ну, мало ли, может быть, человек просто находится в каком-то состоянии, да, которое вообще не имеет отношения к тому, что написано, нарисовано, например, здесь. Ну, может же быть такое? Я думаю, что может быть вполне. И это тоже нужно учитывать. И желательно учитывать это все. Поэтому я бы рекомендовал вам особо не расстрять внимание на том, почему человек рисует какие-то вещи и что его заставляет это делать, что заставляет человека рисовать определенные вещи. Я бы вам настоятельно рекомендовал бы вместо этого проанализировать, какие проблемы могут быть у человека вообще. И вот уже в контексте этих проблем и в контексте личности того, кто в данном случае рисует. В контексте личности и поработаем как раз. Так вы получите куда больше информации, так вы получите куда больше интересных данных по поводу того, что происходит с человеком. И так у вас появится реальный шанс что-то в жизни человека поменять. А анализируя ресурсы, еще раз вам повторяю, вы ничего не добьетесь. Потому что это все косвенные доказательства, но доказательства чего, непонятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам. Если сделаете мой ответ лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok